Практически, значит, ямы, вмятины, значит, невозможно было даже проехать легковому транспорту, особенно на выезде из двора. Этот двор рядом с домами 62 по Козленской и 69 по Засимовской не ремонтировался с 80-х годов, говорят жильцы. Только по периметру дома у самой стены и был асфальт. А после капитального ремонта здания в 2010-м двор и вовсе оказался разворочен и перекопан. Жильцы окрестных домов объединились, составили эскиз желаемого ремонта, схему. Заказали проектную документацию. И на прошлой неделе здесь появились рабочие и техника. Работы по благоустройству дворов в рамках программы капитальных ремонтов областной столицы сейчас в самом разгаре. Деньги, которые мы расходуем бюджетные, 100 миллионов – это деньги этого года и 49 миллионов рублей – это деньги 2014 года. Сделано все будет в этом году. Как расходуются бюджетные деньги, сегодня проверила комиссия из администрации. Делегаты осмотрели территории и выслушали пожелания жильцов и отчеты специалистов. Здесь, например, сложности возникли из-за погоды и ошибки предыдущего подрядчика. Когда рабочие углубили землю на 20 сантиметров, задели неверно проложенные кабели. Пришлось исправлять. Однако, несмотря на трудности, специалисты обещают – уложиться в срок. Смотрите, отмосточка специально говорили с жильцами, чтобы вода не текла. Несли сюда газончик, здесь вот тротуар. Дополнительный проезд сделан, его практически не было, подъезд к гаражам. К концу недели уже положат асфальт, уверен представитель компании-подрядчика. Учли пожелания сохранить зеленую зону. Всего сейчас в плане 53 двора и 30 проездов. Все работы подрядчику необходимо завершить к концу строительного сезона. Правда, сейчас специалисты настроены оптимистично и планируют закончить ремонт уже к началу осени. 20 территорий уже приведены в порядок. Смотрю, что ли в порядке у вас там. Спасибо, что вы помогли. Приезд вот этот сделали неплохо. Так, работы завершены во дворе у домов 54 и 56 по Притеченской. Оборудована дополнительная парковка, площадка для мусорных контейнеров, положено новое асфальтовое покрытие. В всяком случае я всем доверяю. Есть, однако, некоторые дополнительные пожелания и замечания. Так рабочие убрали забор, который преграждал круговой проезд по двору. И по новому асфальту автомобилисты стали ездить, не снижая скорости. Еще бы что-нибудь придумать с детской площадкой и перенести контейнеры для мусора подальше от домов, пожелали жильцы. Насчет баков было принято компромиссное решение – заменить старые на современные с крышкой. Вопрос с оградой и местом для детских игр управляющая компания пообещала рассмотреть в ближайшее время. Дарьян Финогенова, Василий Попурин. Новости Вологды.